Привет всем! С вами Наташа, трансфер Каховка Киев. И следующая часть моего повествования. Я вам обещала в этой части рассказать о том, как я жила на Борщеговке, как я жила со своим сестру Нделем, который ко мне приехал на некоторое время, а потом уехал. Какие нас ждали события. Почему мне понравился Киев? Почему было классно и клёво? Да, несмотря на то, что мы жили, я рассказывала, где, да, в кухне. Жили в кухне с подружкой, во второй комнате хозяйка, в той же комнате сестра на кровати. Ну, в общем, не совсем те условия, в которые хотелось бы жить. Тем не менее, мне всё нравилось, тем не менее, это было круто. Почему? Ну, во-первых, потому что молодость, во-вторых, потому что Киев, ну, и в-третьих, потому что очень-очень-очень много происходило событий таких, которые со мной не происходили до этого момента в моей жизни в Каховке. Что именно происходило? Давайте окунёмся с вами в те два месяца, когда мы жили с моей сестрой и с Янкой. Конечно же, когда приехала сестра, мне хотелось показать ей что-то лучшее, что-то такое, чего она ещё не видела дома, да. И то, что я немножечко знаю, и даже то, что я не знаю, хотелось бы посидеть вместе, ну, и испытать эти эмоции вместе. Такие у меня всегда чувства, по сей день я такой человек, да. То есть я сейчас живу в Словении, и мне хочется вот всё вам это показать, рассказать как можно больше. И, мало того, хочется, чтобы вы все сюда приехали. То есть я очень сильно желаю, чтобы наша страна не по культуре, не по внешнему виду, да, по зелени, по тому, как здесь чисто, по тому, какая здесь чистая вода, какие здесь вкусные продукты. Вот я хочу, чтобы наша страна была такой же, чтобы наши люди всё это тоже видели, пробовали. И, ну, я думаю, что мы все этого достойны, потому что люди у нас хорошие. Единственное, что осталось, стране помочь быть такой же. То есть, наверное, без власти придётся это делать. Вот. Ну и, значит, давайте окунёмся с вами в этих два месяца. В те моменты, значит, эти были года, когда на Борщиковке работали диско-клубы, ночные клубы, ватра, интонация. Я даже не знаю, они сейчас работают или нет, я знаю, что они были тогда. И, конечно же, я в них не была никогда, потому что я не жила в Киеве ранее, да, но так как я туда поселилась, вот, нужно было всё это посмотреть и посетить. И всё это мы делали с моей сестрой. Помню, значит, клуб интонация, как мы там зажигали, да. Был у меня в тот момент ухажёр, он тоже нарядился с нами идти на дискотеку, только он одел, значит, рубашку, брюки, туфли блестящие, такие лакированные какие-то, я не знаю, с какого года. Я сказала, так, всё. Девочки мне пошептали, сказали, Наташ, ну не надо, чтобы он с нами шёл. Юля моя вообще сказала, он не модный, пусть он с нами не идёт, да. А это... И, короче, ну, это просто вообще капец. Я говорю этому человеку. В общем, всё. Серёж, ты нас жди здесь, ты с нами не идёшь, мы быстро сейчас... Девочки идут гулять, я сейчас с ними вот буквально на полчасика и приду к тебе. Хорошо? Он говорит, хорошо, вообще, не парься, иди отдыхай, типа, я вас здесь подожду. Вот, на этом мы остановились. И, короче, он пошёл. Он пошёл, он сидел в машине, ждал нас, чтобы вы понимали, наше такси бесплатное. Мы пошли гудеть. Гудеть — это там всякие коктейли пить, бухать, да, там пиво, что там ещё. Ну, вообще, не знаю, я всю жизнь любила пиво, ранее пиво. Никаких коктейлей, шутов, такое ничего не воспринимала, было невкусно. Просто мне становилось очень плохо от всего этого. От пива вообще не пьянеешь, весело. Ну, то есть это, ну, главное, что бегаешь, конечно, много раз в туалет, но, как бы, самое главное, что неплохо, да. В общем, интонацию помню. Потом помню, ещё мы были в таких местах, как... Ага, Калибрис. Ну, это был рынок. Мне так всегда было интересно, когда я приехала в Киев, мне всегда было интересно, что же такое Калибрис. Вот это название такое интересное. Потом оказалось просто-напросто, что это рынок. Потом, значит, мы вот на Калибрисе там были, потом были мы на ипподроме. А, знаете, что ещё вспомнила? Мы были в очень классном таком месте. В общем, у меня был вот этот Серёжа ухажёр. Так как я ходила на делёжки товаров, я тогда работала круглосуточно, вообще практически, да, без выходных, ещё по ночам там, чтобы больше мне платили, делила товар на какие-то кучки. И тогда у меня появился ещё один жених. Ну, как я не знала, что это мой жених, он там просто, ну, как, знака внимания не уделял, но носил мне там, хочешь булочку, хочешь то, хочешь это. Ну, как бы дружил со мной. Всегда ко мне заходил, говорил добрый день, т-т-т, как у него прошёл день, всё это отчитался, пошёл. Но потом оказалось, говорит, Натаха, ты чё, не поняла? Это же Юра ухаживает за тобой. Я говорю, серьёзно? Ну, я не поняла. Ну, ладно. Ну, в общем, вот такой вот у меня ещё был ухажёр Юра. Вот. И, значит, мы с этим Юрой и с моей Юлей пошли. Яну мы не взяли с собой, потому что, ну, Яна же был жених Антон, вы помните, да, по прошлым, по прошлым сериям. Мы с Юрой пошли тогда на ВДНХ, на живой концерт, на живой рок-концерт. Там были и Земфира, и Сплин, и ещё какие-то группы, я уже не вспомню, ну, было до такой степени круто, и это было, вот, знаете, в такой шаговой доступности. То есть то, что для тебя невозможно дома, что именно? Да вот такой рок-концерт невозможен. Ну, приезжают там какие-то рок-непонятно кто, а здесь ты, скажем так, на вытянутую руку с Земфирой, да, которую ты обожаешь, любишь, вообще ты ценитель этого творчества. И как бы вы понимаете, что совсем-совсем другие ощущения. Я и на сегодняшний день говорю людям, что вот кто из маленьких городков, и кто, у кого есть такие же цели и желания, да, как у меня, просто, ну, как бы быть с миром на вытянутой руке, я бы назвала это так. Почувствовать эти возможности и понять для себя, что это не маленький городок с возможностью, знаете, вот там начинаешь мечтать о чем-то, а потом такой, стоп, это все невозможно. Я живу вот здесь, 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 тут, 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 все невозможно. Нет, ребят, так думать неправильно. Нужно мечтать, нужно заставлять себя мечтать и понимать, что на самом деле это все возможно. И вот в Киеве, я могу сказать так, по-разному складывается жизнь, возникают разные моменты, да, там, сложности какие-то, вопросы, которые нужно решать. Но, ребят, все возможно, вот все, что, о чем мечтаете, все возможно. Также в тот момент я познакомилась с девчонками, дружу с ними по сей день, конечно, не так, но, знаете, вот сейчас уже мы перешли из разряда, там, знаешь друг друга сто лет, можешь не общаться годами, потом, знаете, встретились, рассказали всю подноготную, всю жизнь. Ну, вот, что секретов нету таких. И ты знаешь, что этот человек тебя поймет, и он знает, что у тебя в голове. Это, конечно же, мои любимые две девочки, Галя и Валя. Это близнецы, ну, или двойняшки. Вот. И с ними мы тоже были на концерте «Земфиры». В те моменты, когда тогда я была, когда я торговала на этом рынке, я начала экспериментировать с внешностью, имею в виду прическу. Сейчас у меня длинные волосы, да, там, заколола гульку, там, вы видели в прошлых сериях. На тот момент мне мама никогда не разрешала, мне мама никогда не разрешала отращить, вернее, стричь волосы. Я приехала в Киев и подстригла волосы под нулевку. То есть, у меня все тут было на лысо выстрижено, тут оставался какой-то холок небольшой, два сантиметра. Все. Это была моя прическа. И красясь я в белый цвет. В черный цвет я тоже пробовала, но это было ужасно. Поэтому покрасясь назад в белый. И в тот момент, когда я с девочками ходила на Земфиру, я решила еще дальше изменить свою внешность и попробовала тоник. Какой это цвет был, я уже не вспомню, баклажан. Скорее всего, баклажан, но какой-то темный. Ну, так как я покрасилась белой краской с каким-то зеленым оттенком или что-то было не так, в общем, у меня была фиолетовая голова. Конечно, это лучше снимать видео, потому что так не совсем понятно. Но поверьте мне, это было прекрасно. И я, значит, пришла на концерт Земфиры в шапке. Ну, настолько было все круто. Я смотрела на эту Земфирку, перелезла через какой-то забор в вип-зону в эту, знаете, там, где не сидящие места, там, где танцуют прямо возле сцены люди. Настолько все было круто, что, ну, мне было на самом деле пофиг, какого цвета у меня волос. И я была счастлива. Это как раз мне было в то время 20-21 год, 22, да? Это были классные годы. Следующую часть я расскажу вам вот буквально на днях. и посвящу я эту часть посвящу я эту часть знакомству с Толиком, потому что как раз тогда я и познакомилась с Анатолием. Ну, и расскажу вам, что произошло потом, после нашего знакомства. Все, всем пока. Хорошего настроения, хорошего дня. С вами была Наташа, трансфер Каховка, Киев. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok